Девушки отдыхают Они пользуют меня, чтобы найти какую-то вещь Они называют ее яблоком Это некий артефакт Одна из многих частиц Дэма Эти артефакты позволяют тамплиерам удерживать власть Попадет в руки тамплиеров Это изменит весь мир Они хотят поработить всех нас Когда они привели меня сюда, я боялся сопротивляться Но теперь меня страшит то, что случится, если никто не будет им противостоять Правда, я не могу бороться с ними в одиночку Может, это и не нужно Я встретил одну девушку, Люси Кажется, она на моей стороне Сейчас ее нет Ее увел этот гад, Уоррен Видик И его хозяева-тамплиеры Я не знаю, что с ней станет И что станет со мной Я знаю только одно Мне необходимо выбраться отсюда И как можно быстрее Меня зовут Дезмонд Майлз Вот моя история Нам пора Люси, где ты была? Почему они... Пошли Всем привет, друзья С вами снова Катя Мы начинаем прохождение вторых ассасинов Потому что, как говорится, почему бы и нет Это одна из моих... Заткнись, пожалуйста Это одна из любимых частей ассасинов Вообще, в принципе, моих Вот Поэтому я подумала, что будет круто ее пройти Откуда кровь? Ты ранена? Слушай, у нас всего минут десять Че-то субситры сломано Пока они не поняли, что случилось Если мы не успеем убраться отсюда Мы уезжаем? Дезмонд, я отвечу на все твои вопросы Почти А сейчас просто замолчи и делай, что тебе говорят И залезай, наконец, в анимус Господи, графония здесь, конечно, просто звездяст Так, подождите Это слегка непрофессионально, но... Ааа... Субтитры включены Станно Подождите А где там, может... Ладно, не знаю Не знаю, где, может, посмотреть субтитры В кофе Потом гляну тогда Это было очень непрофессионально Простите, пожалуйста Боже, я так скучала по ассасинам Я так скучала, Дезмонд И по тебе я так скучала Божечки-кошечки Нет, что-то с субтитрами вообще не то Это мальчик Любовь моя, медиспетчер Я был в банке За мной послали Я не опоздал? Дай его мне Джованни Так, надо ногами двигать, да? Я помню управление в этой игре Прикиньте Послушайте Вот это глотка у парня И как мы назовем его любимый? Этсо Этсо аудитория до Ференца Ох, Этсо, любовь моя У меня в каждой любимой игре найдется любимчик мужской Мужской персонаж-любимчик, вот Минутку У нас нет времени, Дезмонд Надо идти Ща Ща пойдем Я только отключу субтитры Потому что меня бесит Что они вот таким Что они вот таким многоточием отображаются Мне это дико раздражает Пока Выключим Так, яркость чуть-чуть Чуть-чуть повыше Потому что Ютуб очень любит темнить все Так, ой, надо привыкать к управлению Божечки Похоже у Абстерго какие-то чокнутые дизайнеры За мной О, Гордон Вам нельзя заходить сюда Откройте дверь Там реально Гордон Только он разговаривает Так, фу Че-то я зависла Да иду я, иду Иду я Хренайся Ха-ха, женщина Да ты вообще бой баба прям Ой, надо будет себе управление Поднастроить Немножко чувствительность повысить Че-то мне не нравится Она сейчас какая-то Она Как у беременного бегемота Просто А как же камера Я включила старую запись А как, по-твоему, мне удалось скрыть от всех твои ночные прогулки У тебя талант Да, все это говорят За нами погоня Нужно торопиться Окей, хорошо Так Боже, Этсо здесь такой страшный Ужас Осторожно Так а че ты не бежишь-то? Ладно Нам нужен лифт на той стороне комнаты Делай, как я Не привлекай внимания Лучше не лезть в драку Мне кажется, она сказала здесь не про комнату А про целый зал Потому что, ну блин Называть это комнатой Это что-то больное Это что, анимус? Не задавай глупых вопросов, пожалуйста Не отставай Что за... И сколько их тут? Осторожно Их здесь до хрена Ну как ты сам видишь? Это анимусы или анимы? Ты как думаешь, Люси? Люси, зачем им столько? Дезмонд, заткнись и мать твою Пожалуйста Локализация здесь просто божественная Но я ее выбрала просто потому что Она, блин, она такая клевая Черт Такая тупая ржачка Не одно, так другое Я просто первый раз в своей жизни Вторых асосинов проходила именно с этой локализацией С этой озвучкой Поэтому Поэтому я решила, что нужно пройти игру еще раз Сниже Это будет просто шедеврально Ай Это абсолютное отсутствие каких-либо эмоций Мечта Такое, блин Они бегут от смерти Люси, слушай Тебе не кажется, что здесь что-то не так? Люси Это прям вообще мечта Да когда же ты сдохнешь, ты ужи, бузички Обожаю спам-кнопками Да Детка Блин, не, на самом деле Вторых асосинов я люблю далеко не за боевку А за возможность посмотреть на Италию Эпохи Ренессанса И полюбоваться всеми зданиями Которые, к сожалению, в реальной жизни я увидеть не могу Хотя, конечно, я бы очень хотела, к примеру, в ту же Флоренцию Съездить, в Венецию В Рим Но, увы, ах Пока что у меня такой возможности нет Поэтому все через ассасинов смотрим Да Ну, блин Крутимся, как можем Залезай Шутишь? Для твоего же блага Мне нравятся у нее такие глазки здесь красивые Глубые такие Яркие прям Но ехать в багажнике, наверное, очень неудобно И еще одна каждого угла Наверное, лежит там и думает Ах, ты ж зараза Не могла бы меня положить под сиденье Накрыла бы сверху пледиком И сказала бы, что это Там, я не знаю, что-нибудь Для дома, к примеру Он так себе даже всю задницу отбил Спасибо Это было классно Ездить в багажнике, биться обо все углы Я в восторге Так, ты объяснишь мне, что происходит? Мы спасли тебя не просто так, Дезмонд Ясно Нам нужна помощь Для чего? Искать очередные сокровища? Абстерго заменит яблоко Эдема Карта, которую ты нашел, тому подтверждение А ассасины Они сделают все, что в их силах Но... Что? Мы терпим поражение, Дезмонд Тамплиеры слишком сильны Каждый день мы теряем кого-то из наших Все равно не понимаю, при чем тут я Мы обучим тебя Ты станешь одним из нас Ты же... Видела меня в деле Я ничего не умею На это уйдут месяцы Нет, годы Нет Ты забыл про анимус И эффект просачивания Но я же простой парень Иногда большего и не нужно Так вот почему Вы нашли моего предка Как там его зовут? Эцио? Если ты пойдешь по его следам То научишься всему, что умел он За несколько дней ты приобретешь многолетний опыт Ты вытащила меня из Абстерго просто для того, чтобы сделать из меня ассасина? Дело не только в этом, но сейчас у нас нет времени на разговоры Просто... Верь мне Ладно Уговорили Что именно вам нужно? Правда? Ты уверен? Ты же радоваться должна, разве нет? Извини Просто я немного удивлена Я всю дорогу думала Как мне тебя убедить? Забудь Я горю желанием посчитаться с этими Ублюдками из Абстерго Спасибо Люси У тебя получилось О, какими судьбами Боже, ведь семь лет прошло невероятно Да уж Добро пожаловать А, так это и есть наш знаменитый Объект 17 Дезмот Майлз, верно? Кто вы? Где же мои манеры? Прошу прощения Я Шон Гастингс А это Ребекка Крейн Рада знакомству, Дезмот Что ж, мы отлично поболтали А теперь, Дезмот, давай перейдем к делу Время дорого, а сейчас и подавно Люси, у нас уже все готово Только скажи, и мы начнем Вот, это тебе Сувенир из Абстерго О, блок памяти Невероятно С их данными дело пойдет гораздо быстрее Я сейчас же займусь кодом Вот такие дела Интересная, конечно, завязка получилась Вы можете спросить, какого хрена Катя-то не начала с первой части Ассасина Чтобы вот так вот идти по порядку Но, отвечу вам так Я терпеть не могу первый Ассасин Скрит Вот просто, да, боли в голове ненавижу просто эту игру Потому что система управления там была, ну, отстойнейшая И терпеть ее еще раз я не смогу Особенно, когда, знаете, вот эти вот моменты Когда ты просто не всем путем Совсем другим путем добираешься до нужной локации И игра у тебя ломается То есть игра абсолютно не предусмотрена для того Чтобы у тебя была хоть какая-то вариативность в действиях То есть считает игра, что тебе нужно по земле пробежать до нужной локации Хрен ты там добежишь до нее по крышам Она у тебя, естественно, сломается Блин, господи Я как вспомню вот эти ужасы, когда нужно было сжимать четыре кнопки И еще лавировать в АСД, чтобы подниматься по этой, господи, по стене Не, 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 ребята, с меня хватит Я вот эту игру раза два прошла Первый раз просто пробежала по сюжетке Второй раз собирая вообще все пе Что там, я флаги собирала Вышки открывала, что-то такое И мне хватило с головой Зачем нужны все эти штуки? Эти штуки, Дезмонт Сущая ерунда, просто железки, на которых держится вся наша операция Знаешь ли Поддерживать все в рабочем состоянии не так уж просто Так что извини, ознакомительного тура не будет Шон заведует нашими архивами Это что-то вроде цифровой библиотеки Пока ты будешь в анимусе, он подстрахует меня тут Если займете что-нибудь интересное, людей, места, события и так далее Сообщай нам, и Шон даст тебе справку из базы данных Да, но я занимаюсь не только базами Еще и предоставляю тактическую информацию другим ассасинам Знаешь, тем, которые делом занимаются Рискуют жизнью и все такое У нас, походу, вообще терпение Привет, Дезмонт, не лезь Я смотрю, он вообще нас не любит Ну, это как бы сейчас Сейчас он считает нас абсолютно бесполезным созданием Но это нормально Эй, слушай, я хотел поблагодарить тебя И, эээ, извиниться Извиниться? За то, что произошло в Абстерго Это было просто... Я был не готов Все нормально Нет, я столько испытал Узнал, что тамплиеры еще существуют Об их планах Что сделано, то сделано Сейчас ты здесь, остальное не имеет значения Так легко, прям, так легко простила Ну окей Поговорите со всеми, прежде чем войти в Анибус Эй, Дезмонт, как дела? Я все думаю, что ты здесь делаешь? Забочися, малышки Поддерживаю ее в рабочем состоянии Малышка? Ты об Анимусе? Я предпочитаю называть ее Анимус 2.0 Так как малышка в два раза лучше любой машины Абстерго Может, у тамплиеров денег побольше, чем у нас Но зато у них никаких амбиций Никакой страсти Мои устройства гораздо лучше, чем изобретение тамплиеров И к тому же быстрее Ладно, как будешь готов Садись, и мы начнем Мне нужно еще кое-что поправить Да я как бы уже все Мы с Дезмонтом готовы Все, погнали Наших городских Так как это работает? Конечно Глубокий вдох Что, малыш, больно было? Шо? Ну Блин, он так вот Господи, слышишь эту озвучку И кроме фейспалма Ничего Просто Ничего, только фейспалм А ведь когда-то мне эта озвучка нравилась Ну, как, собственно, когда вторые ассасины Буквально вот полгода как вышли О, Господи Какое-то там действие совершено Но это недостатки русификатора на самом деле Потому что, как бы, русского языка-то в игре нет Флорентийская республика, 1476 год Русского языка в игре нету по дефолту Поэтому пришлось качать русик и ставить его Вот Но он, похоже, сломал мне субтитры Поэтому, возможно, нам придется играть без них Что меня печалит Потому что, если я играю с озвучкой То сабу все равно включаю Так проще Ну да ладно Тише, друзья мои Тише Спасибо Знаете, что привело нас сюда? Честь Вьерри Паци оклеветал мою семью И свалил на нас вину за свои преступления Если... Что ты мелешь? Грулло! Добрый вечер, Вьерри Мы как раз говорим о тебе Не ожидал увидеть тебя здесь Обычно паццы действуют чужими руками Это твоя родня зовет стражу, попав в беду? Боишься сам взяться за дело, трус? А твоей сестре понравилось, как я тогда за нее взялся? Убейте его Сразитесь с людьми в Вьерри Паци Ой, ну окей Побери свою гнусную руку Фига себе Что? Эм, че? Ладно, давайте так, просто закликаем, господи Хо-хо! Забавное добивание получилось Эу-эу-эу-эу-эу Да дразнилась, блин, да дразнилась Эй, оберни Федерико, что ты здесь делаешь? Хотел узнать, научился ли мой братишка драться А, и стиль у тебя есть Но здесь главная выносливость Посмотрим, скольких ты сумеешь одолеть Блин, братюни у него, конечно, клевые Хе-хе-хе Так, ну что? Эть, 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 эть Ну тут, в принципе, да, в этой игре Работает одна тактика Блокируешь и ждешь, чтобы отпарировать Все И просто бьешь всем по морде Элементарно, Ватсон Так, набежали еще, да? Но добивание здесь, конечно, прикольное Выглядят они классно Назад! Назад! Че, вот и все, да? Стой! Мы же почти победили! Твоя губа Просто царапина Это решит доктор Это ни к чему Кроме того, мне нечем заплатить доктору Все спустил на виной женщина, а? Не спустил, а потратил с пользой Дашь мне в долг? Или ты тоже все спустил? Обыщи В их карманах что-нибудь да найдется Ой, господи Так, найдите 200 флоринов Ой, божечки Блин, я люблю на самом деле эту игру Несмотря на то, что здесь тоже как бы Кривоватая боевка Графоний так себе Ну, как бы по сравнению с тем, что в той же Destiny Да, мы можем наблюдать Или в тех же Assassin's Creed Origins Понятное дело, что здесь графоний Ну, такое себе Ну, как бы если вспомнить В каком году вышли вторые ассасины Особо Можно не выпендриваться насчет картинки Так Федерико Аудиторе Год рождения 1456-й Школьник-дворянин Федерико Старший брат Этсо И старший ребенок В семье В 19 лет получил Должность клерка В банке Медичи Однако, судя по всему Он не работал Обилбок лучше Эта запись сделана в книгах Банка Медичи 17 сентября 1375-го года Когда была обнаружена Пропажа мешка Золотыми флоринами Когда в банке Началась паника Старший аудитор Подошел к Франческо Сассетти И с улыбкой Сказал, что мешок Спрятан на крыше дома Если бы Федерико Не был сыном Джованни Аудиторе Я бы попросила Лоренцо Медичи Заковать его в кандалы Неудивительно Что Федерико Был уволен вскоре После того, как ему Исполнилось 20 лет Ну вот такие вот дела Так, ну что Братюля Да Так, подожди Это не наш братюня А где наш братюня Торопись Чем раньше мы закончим С доктором Тем скорее ляжем спать Видели бы вы другого парня Идите за Федерико К врачу Окей, погнали Блин, это игра Боже, у меня такая Прямо, знаете Ностальгия по этой игре Что Пресвятые коровки Я скучала Блин, серьезно Ой Да, да, да Какие милые Облегающие штанишки А, спасибо Мне тоже нравится Блин, господи Это так тухо Надо привык Вспомнить про это управление Потому что я вообще его забыла Так Не успела Про здание Почитать Ну ладно Ммм, фрателли и аудитори Неудивительно Вы скверно выглядите юношем Ничего, пустяки Спасите его Спасливые личики Это все, что у него есть А фото ты Че мои доктора? А теперь вы метайтесь Так Санта-Тринита Церковь Санта-Тринита Святая Троица Построена в 1258 году На месте более старой церкви Она известна тем, что ее часовня Украшена фресками Повествующими О жизни святого Франциска Фрески создал Доминика Герландая Художник, который Когда-то Когда-то был Учителем Микеланджело Санта-Тринита Вот что люблю в этой игре Так это за вот эти вот Заметки Обо всем, что ты встречаешь В этой игре Это просто невероятно Блин, люблю эту игру Блин, люблю эту игру Боже люблю Да, 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 да Обгоните Федерико Да Мы должны его обогнать Иди в лес, братюня Фак, серьезно? Давай, давай, давай Быстрей, быстрей, быстрей Быстрей, быстрей, быстрей Мы должны, братюню, обогнать Хе-хе-хе Ей, я первая Ну давай Сюда Куда ты? Ой, боже Несмотря на то, что игра сломалась Четок, я все равно выиграла Да Наша жизнь прекрасна, брат Великолепна Вот бы она не менялась И никогда не меняла нас Ассасинскрит 2 Господи, в свое время я просто кипяточком офигевала с этой заставки Она такая классная И это музыка Ой, музыка здесь Это в отдельный Вообще разговор Нам в самом деле пора домой Идем Стой Что? Эцио Дай Кристине поспать Она сможет выспаться Потом Бабник поганый, а? Засранец Стаканчик перед сном Нанесите неожиданный визит Прекрасной Кристине Виспуччо Ох, это мелодия синхронизации Господи Вот Самое мое любимое Несмотря на то, что в четвертой части В Black Flag Мне тоже очень нравились все эти Ну так что Прыгай, Господи Несмотря на то, что в Black Flag Тоже очень круто выглядело Все это дело, да? Когда ты открываешь каждую вышку У второй части мелодия была просто прекрасна Он не мог далеко уйти Будь здоров, не чихай Ох уж эти патцы Блин, вот у него рожек, капец Так, индикатор социального статуса Спокойно, ребята Спокойно Кристина! Кристина! Кто здесь? Я! Этсо Я так и знала Можно войти? Ладно Но только на минутку Больше мне не нужно Это точно На минутку, да Я не то хотел сказать Ха-ха-ха На минутку Иди сюда Так, блин Тут кнопки надо нажимать Черт Тут надо нажимать правильные кнопки О, вот А, вот Ах Ха Не, все получилось так как надо Хе-хе-хе Хе-хе-хе Давай-давай-давай-давай, быстрей-быстрей Да ты чё? Боже Ой Этсо, я с тебя охренею просто Что ты несёшь? Глупый ты человек Я ни в чём не виноват Так Всё, я убежала, да? Да, отлично Так, надо теперь к отцу попасть Да, задание выполнено, ага Палаццо Аудиторе Палаццо Аудиторе, построенный в 1473 году Знаменит грубой кладкой и пилястрами в римском стиле Джованни Аудиторе сам разработал проект дворца На основе рисунков Леона Батисты Альберти Палаццо довольно быстро стал одной из достопримечательностей квартала Санта-Мария-Новелла В 474 году Лоренцо Медичи упоминает о нём в письме к Джованни Аудиторе С восхищением, говоря о том, что дворец лишён помпезности Блин, божечки, как же я люблю эту игру, ребята Блин, я, наверное, ещё не раз буду признаваться просто в любви к этой игре Джованни Аудиторе Год рождения 1436-й Банкир, советник, дворянин Джованни Аудиторе был одним из самых блестящих банкиров Флоренции 15 века Он координировал работу отделений Банка Медичи по всей Италии, пока Лоренцо занимался политикой Именно Джованни, занявшись деятельностью банка в других странах, заметил бедственное положение Лионского отделения Предупредил Франческо Сассетти и тем самым спас банк Такой талант был должным образом вознаграждён Джованни Аудиторе стал близким другом и советником Лоренцо Медичи А в 1471 году успешно провёл переговоры с папой Римским, убедив его оказать поддержку Банку Медичи Благодарный Лоренцо подарил Джованни дворец Хе-хе, такие вот дела Доброе утро, отец Пойдём со мной Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипаци И о визите к Кристине тоже Твоё поведение недопустимо Ты... Ты... Хе-хе, ты такой же, каким был я в твоём возрасте А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец Честное слово Я подготовил несколько документов для Лоренцо Медичи Их нужно ему доставить Хорошо, отец Отнеси их и возвращайся Посыльный Доставьте письмо Джованни Лоренцо Медичи Окей, сейчас Отживание аудиторе Великолепного Лоренцо Медичи Великолепного Лоренцо Медичи Окей Текст отчитается в конце концов Моему другу и покровителю Я завершил расследование случая в Милане Могу подтвердить, что дело не только в том, что народ Недоволен правлением герцога Галиатсу Сфорца Я полагаю, что иные силы Желая извлечь из этого выгоду для себя Тайно управляли событиями Уверен, что в преступлении Виновны Ломпуньяни, Альджати и Висконти Они уже понесли кару за предательство Но в деле замешаны представители и других семейств В том числе Франческо Пацци Их мотивы пока не ясны Но полученные мною сведения указывают на существование заговора Масштаб которого поразит вас Нам следует побеседовать об этом лично Так как я не решаюсь изложить свои подозрения на бумаге Укажите мне место встречи И я буду ждать вас там Я приказал Гонфолоньеру задержать Франческо до тех пор Пока мы не разберемся с этим делом Ваш Джованни Ох, знал бы ты, знал бы ты, блин Как это все отразится-то, ежикин Так Так, остерегайтесь Пацци Врагов Эци Так, ну про портных, блин, читать не особо интересно, я думаю Так Не стесняйся Мне на самом деле нужно это Как ее, господи Мне нужна вышка А вот, кстати, она Надо будет сходить Так Так, и тут Пацци стоят Ладно, давайте залезем здесь наверху Наверх как-нибудь Нам все равно куда-то вот сюда, да? Ну да На отлично все добрались Привет Привет Коми сэмпре У меня письмо для мессера Лоренцо Я дам ему письмо, когда он вернется Вернется? Они уехали на виллу в Каредже И вернутся не раньше, чем послезавтра Я передам отцу Так, вернитесь к Джованне Окей Погнали Сейчас вернемся Или может сначала Да не, ладно Давайте разберемся сначала с завязкой игры Такой вот Завязкой сюжета А потом уже Будем заниматься открытием вышек Ну и так далее Всего такого прочего Блин, почему я все время хочу нажать Shift, чтобы бежать быстро? Быстрее, блин Хотя здесь все по-другому вообще Вот уж не знаю Так А, шеф здесь нужен, чтобы спускаться вниз Точно, точно, точно Ить 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 Продолжай работать Бискера Че тебе надо, иди лесом Ты напрасно беспокоишься Сранец Саган, сейчас Скопаться в тюрьме Опасность миновала Так, все А, здравствуй, сын Ты помнишь моего друга Уберт? Доброе утро, Гонфоланьер Альберти И вам, молодой человек Надеюсь, ты доставил письмо? Да, отец Но, похоже, Лоренца нет в городе Хм, этого я не ожидал Какая разница? Подождешь пару дней Послушай Тебя искали Мать и сестра Через некоторое время У меня будет к тебе еще просьба А сейчас помоги им Ты уверен? Да А теперь Оставь нас Был рад тебя видеть, отца Так, окей Нужно поговорить с мамой и сестрой Ну, давайте поговорим с сестрой сначала Ну, давайте Эй, Клаудия Как дела? Бена Что случилось? Это Дучо А в чем дело? Кажется, он Мне изменяет Кто тебе сказал? Девочки Я думала, они мои подруги Тебе не стоит Дружить с ними Я его любила Нет Ты только думала, что любишь Он поплатится за то, что сделал Жди меня здесь Я поговорю с ним Расплата за измену Найдите и накажите дочу Да Ой Да Я всегда мечтала о старшем брате Вот Который тоже мог бы меня Там От чего-нибудь До защищать Но, к сожалению К сожалению Старших братьев у меня нет Так Санта-Мария Дельфьоро Одна из самых Больших в церкви Италии Считается Самым ранним шедевром Архитектуры Эпохи Возрождения Хотя Арнольф Адикамби Разработал проект церкви Еще в 1296 году Строительство Началось только в 15 веке К тому времени Камби уже давно умер Архитекторы того времени Понятия не имели Как построить Такое огромное здание Ведь использование Подпорок во Флоренции Было запрещено А раствор Скреплявший каменные блоки Застывал только через несколько дней Но не все было потеряно Филиппо Бронелевской Который ранее проиграл Лоренцо Гиберти Подряд На строительство купельни Получил заказ на строительство Купола Обойдя все того же Гиберти Бронелевский Изобрел машины С помощью которых Можно было поднимать Кирпичи наверх И сумел построить Весь купол Не используя кружало Конструкцию Поддерживающую купол Пока он еще не достроен Сооружение купола Состоящего более чем Из 4 миллионов кирпичей Было завершено В 36 году Ландарна добавили В 46 году Уже после смерти Бронелевской Видимо для хранения Святых мощей Однако ходят слухи О том что внутри Находится целая гробница Ну на самом деле Мини спойлер Но да это даже По сути не спойлер Это действительно так Там есть Небольшая сокровищница В которую мы с вами Естественно полезем Но это будет не скоро еще Так ой-ой-ой Бряха-вуха Черт Я забыла что тут Эти ребята Все? Да и все Все да? Ну давайте Этих что ли Блин Насмотрим Денежку с них Поднимем Да иди ты в лес Овца Старая корова Какая пышечка Лучше Амор Ну как же Клаудия Я думала ты обручен с ней Отец сказал Что мне нужна Невеста получше Бирбанты Пойдем погуляем У меня на уме Коль что другое Ох Дуча Эй ты Свинья Эцио Друг мой Что за черт? Ты оскорбляешь мою сестру Разгуливая с этой шлюхой О чем ты? Я видел как ты Подарил ей кольцо Если бы твоя сестрица Не дрожала так за свою честь Ты разбил ей сердце О боже Серьезно Ты пожалеешь о том Что открыл рот Я мог бы многому Научить твою сестру Хренась 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 Так Да бей ты его Бей ты его Все Держись подальше От моей сестры Понял Хе-хе Блин Теперь вы можете Сбивать негодяев За вознаграждение Господи Так тупо Так Да япона мать Че вы блин Ходите так неудобно А люди Так Теперь надо пойти Сдать квест С сестренки И пойти Помочь матери Так Нас не заметят Нет Нас не заметят Слава богу Так Ой Блин Да иди ты в лес Ходят тут Со своими ящиками Блин Не обойти Не объехать Так Это наш пацанчик Наш младший брат Петруччо Аудиторе Год рождения 1463 Петруччо Младше Из детей Аудиторе Вскоре после его рождения Джованни Аудиторе В письме Адресованном Лоренцо Медичи Сообщил Что его сын Слабого телосложения Очевидно Со временем Его состояние Не улучшилось 12 лет Петруччо Пришлось покинуть Школу Из-за болезни Записи семейного Доктора Свидетствуют о том Что он был прикован К постели Других сведений О нем нет И можно предположить Что в конце концов Болезнь погубила его Что ты здесь делаешь Петруччо Тебе давно пора спать Мне нужны эти перья Зачем Секрет Если я их достану Ты пойдешь спать Да Обещаю Тайна Петруччо Принесите Петруччо Орлильные перья Пока его не наказали За то что он Вылез из постели Окей Тут дается время Я правда не сказала бы Что очень Там этого времени Как-то мало дается До хрена вообще Можно хоть пешком ходить Единственное что Не люблю в этой игре Что Этсо постоянно падает С уступа Блин Хотя не должен Так Где там еще Одно перо Господи А вон она Так И последнее Теперь надо вернуться К брату И надо будет Помочь матери Ну такое Знаете Чисто Начало игры На расслабоне Просто чтобы Можно было привыкнуть К местной системе управления И так далее Ай-яй-яй-яй Этсо 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 Моляю тебя Не падай Если ты сейчас Разобьешься С таким уровнем здоровья Я себе не прощу Ты сдохнешь Естественно Вот Как и обещал Граци Брат Ты так и не сказал Зачем они тебе Я скажу Потом Ой, блин Было бы круто Если бы мы Все-таки Услышали Зачем Ему и теперь Мария Аудитория Такое-то Рождение 1332 Писательница Дворянка Мне надоели Крепостные стены Мне надоело Спокойствие Я принимаю решение Я отправляюсь в мир Я увижу Что может предложить Мне жизнь Так написала 16-летняя Мария За неделю до того Как познакомилась Джованни Аудитора Мария родилась В семье влиятельных Банкиров Моц Ее дневник Состоящий Нескольких книг Является одним из Самых известных Исторических источников Сейчас он выставлен В музее Уфица Во Флоренции На средства родителей Мария открыла пекарню Во дворе семейного дворца И превратила ее В своего рода Артистический салон Именно там Она встретила человека Который говорил Так убедительно Что я не могла Сдвинуться с места И только на него И смотрела Этим человеком Был Джованни Аудитория Мария и Джованни Поженились в 1450 году Мария вела дневник Еще в течение Нескольких десятилетий Описывая свою поддержку Начинающих художников И свои материнские заботы Потом она внезапно Прекратила вести дневник Неудовольствую историку Всего мира Ну, да Ой Друг семьи Помогите Марии Мне сказали Что ты подрался С Фьери Подрался? Пожалуйста Не притворяйся Он оскорблял нас Я не мог Этого так оставить Ему приходится Нелегко Из-за обвинений Выдвинутых Против его отца Франческо Пацци Негодяй Но даже я Не предполагала Что он способен На убийство Что его ждет? Полагаю Будет суд Отец Выступит на суде? Ему придется Ведь доказательства У него Жаль Что так получилось Ты даже не представляешь Насколько скоро Статья о банках Ну такая Не думаю Что это интересно Читать А мы собственно Пришли уже Мастерская Леонардо Во Флоренции Леонардо До Винчи Открыл Свою собственную Мастерскую После окончания Обучения У Вероки Одного из самых Успешных художников Флоренции Того времени В период С 76 по 81 год Леонардо Возможно продолжал Сотрудничать с Вероки Хотя никто точно Не знает На чем он работал В 81 году Он получил Первый заказ Монахи Санда, Ната Аскопета Вручили ему Нарисовать Картины Поклонения Волхвов Свойственным Для себя Стилем До Винчи Начал работу Над картиной Но так Ее и не закончил Вот такие делишки Ребята Мы пришли Блин Обожаю Эти информационно-исторические Справки В игре Они просто невероятны Привет Леонардо Госпожа Мария Это мой сын Этио Мольто Онорото Лунора Эмио Я схожу за картинами И сейчас же вернусь Он очень талантлив Самовыражение Это очень важно Для понимания жизни Найди себе занятие Мне есть чем заняться Что-нибудь помимо блуда Мама Значит к вам домой Си Си Этсо Помоги Леонардо Ясно Окей Сейчас Этсо Чем ты занимаешься Леонардо До Винчи Год рождения 1452 Художник Изобретатель Архитектор Ученый Инженер И один из Любимых Моих исторических Личностей Того периода Времени Леонардо До Винчи Внебрачный Сын Нотариуса И крестьянки Вырос в Тоскане Как и многие выходцы Из низов Вследствие Ставших знаменитыми Фамилии у него Не было Винчи Это название Его родного города Когда мальчику Исполнилось 14 лет Его отдали в ученики Флорентийскому художнику Вероккио Вероккио Обучил его химии Черчению Рисованию Воянию Моделированию В 20 лет Леонардо Открыл свою мастерскую Затем отправился Странствовать по Италии В 1998 году Он написал Один из своих шедевров Картину Тайной вечери А в 1503 В 1507 Мону Лизу Во время странствия Леонардо изучал Окружающий мир И записывал Свои наблюдения В дневники Все записи В дневниках Леонардо Сделаны в зеркальном Отображении Кроме всего прочего Он создал модели Вертолета Танка Солнечной батареи Калькулятора Он также был Военным инженером И проектировал гарнизоны Передвижные баррикады И пушки Несмотря на внушительный Список достижений Покровители упрекали Его за хроническую Медлительность Работа над картинами Затягивалась на долгие годы А многие полотна Так и не были завершены Кроме того У Леонардо Была бурная личная жизнь В 1976 году Его обвинили в садомии Скорее всего Он был гомосексуалистом Салай и его ассистенты Обвиняли в воровстве И в том Что он тратит Много денег на одежду Вероятно Салай был любовником Леонардо Леонардо написал Несколько его портретов В том числе И знаменитую картину Святой Иоанн Креститель Кроме того До Винчи оставил Салай Картину Мона Лиза Ну кстати Здесь немножко неправильно Перевели Потому что Если я ничего не помню Ой Если я ничего не путаю Его любовника Звали Салэ Правильно Как бы на французский манер Он помогает Ацу Ладно Погнали Значит станешь банкиром? Нет Уж точно не банкиром Если честно Сложно выбрать Что-то одно Живопись Это прекрасно Но мне кажется Что моим работам Не хватает Не знаю Целей Понимаешь? Я бы хотел заняться Чем-нибудь полезным Архитектурой Или Анатомией Просто запечатлять Газоту мира Это недостаточно Я хочу изменить его О, Леонардо Я уверена Что тебя ждет Великое будущее Хе-хе-хе Веринграццо Мадонна Благодарю вас О, да-о, да Тебя ждет Великое будущее Леонардо Блин Я так и знала Что я сделал? Простите меня Ходить надо По-человечески А не как Лошади Блин Не видите Человек Коробку тяжелую Несет Ужас Спасибо за помощь Сынок Можешь заняться Другими делами Было приятно Познакомиться Этсо Надеюсь Мы еще встретимся Анкия Ага Ну че, все На этом задание Закончилось Давайте сходим К ближайшей Точке обзора И в конце концов Откроем ее Вон она там Ближайшая И на этом будем Заканчивать Уже первую серию По игре Все-таки Приятно мне Вернуться В ассасинов Хоть как ни крути Люблю эту серию Шучу Классно Да и виды здесь Невероятно Красивые Хе-хе-хе Ну вот такие вот дела Ну и на этом Давайте пока что Проявляемся В следующей серии Мы продолжим Исследование Этой игры Вот Всем большое Спасибо за просмотр И всем Пока-пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok